В жизни каждого человека всегда найдется место подвигу. Банальная фраза, скажет скептик, автор этого материала, может поспорить, как оспаривают и доказывают это своими подвигами белорусские сотрудники службы чрезвычайных ситуаций. И весьма сильная их часть – брестские пожарные спасатели. Серьезные, ответственные люди. Не шутники и не озорники, одним словом, в полном осознании своей сложной службы. Но при всей серьезности команда борцов с огнем Брещины – это энергия, оптимизм, сила воли. И еще желание суметь и успеть помочь людям, помогают и спасают. Это мужественные люди, это люди, которые преданы своей работе. Это люди, которые готовы пожертвовать жизнью ради тех, которых они спасают. Это уже о многом говорить. Тем более, что вот в прошлом году таких вот благородных, очень много было поступков, когда ради кого-то люди эти жертвовали собой. И надо сказать, что благодаря именно этой службе у нас ежегодно снижается количество и пожаров, снижается количество погибших, и не только на пожарах, но и в других ситуациях. Поэтому это служба, которую любят, будем говорить, люди, которые уважают, и которые делают очень большое дело у нас, в нашей области. Хотелось всегда носить погоны, быть как бы человеком, ну, офицером в первую очередь. Ну, учился я в профильном классе МЧС, еще вот когда в школе был, то есть профиль был 10-11 класс, были занятия, как бы хотелось всегда связать свою жизнь именно с пожаротушением. То есть, возможности прийти людям на помощь, ну, в таком вот... Получается? Получается, да, все получается. Боевое подразделение, все хорошо, много выездов. Были спасения людей на пожарах, были там сложные пожары, были такие, ну, менее простые пожары. Но каждый все равно пожар, он своеобразный. Как говорится в нашей службе, ни один пожар не похож на другой. Они все, ну, по-своему разные, кажется. Можешь приехать в одно и то же место, но там будет совсем другое, чем было в предыдущий раз. Они уже неоднократно знающие, чем пахнет огонь, не утратили чувство ответственности. Это качество привело их на службу по чрезвычайным ситуациям в сочетании с чувством долга. Она руководит ими и по сей день. Брестские спасатели пожарные – это сплоченная команда. Команда, которая прошла огонь, воду и медные трубы в буквальном смысле слова. Сколько было выездов, статистику никто не вел. Но главный пожарный Брестской области Константин Шершунович уверен, что эти ребята с поставленными задачами справятся на пятерочку, поскольку их ответственности и серьезности можно позавидовать по-доброму. Они – команда, настоящие профессионалы своего дела. Все огневые сложности решаются обща. Я вот сегодня говорю смело. Вот за последние годы мы действительно стали сильны. И сегодня я без всякой зазрения совести говорю, что личный состав нашей службы экипирован достаточно хорошо. Во всяком случае, те времена прошли, когда мы боялись, что мы посылаем нашего пожарного спасателя в огонь, в дым, в помещение, где очень высокая температура, и он не был надежным образом защищен. Сегодня этого, слава Богу, нет. Сегодня нормальная экипировка, нормальное вооружение, хорошее оборудование, хорошая техника. У нас замечательные коллективы, замечательный личный состав. В своем большинстве, я бы так сказал, сверхдобросовестные ребята, на которых всегда можно положиться. В этой профессии есть какой-то налет романтичности. Когда человек приходит служить в МЧС, то приходится сталкиваться, в общем-то, действительно с серьезной дисциплиной, с большой ответственностью. Это бесконечные тренировки. То есть человек не находится в каком-то своем пространстве, всегда находится в коллективе, он всегда находится с людьми, от которых он зависит, которым он сам тоже должен помогать. То есть это команда, это одна команда, и человек должен понимать, что он работает в команде, каждое звено, которое должно быть крепким и неразрывным. Для многих мальчишек служба спасателя – это романтика, а на самом деле оказывается, что это тяжелый труд, постоянное дежурство и огромная ответственность и за людей, и за себя, а главное – за товарищей, которые находятся рядом с тобой. Осознание этих понятий приходит уже менее чем через год службы, и только самые-самые остаются в рядах тех людей, которые празднуют 19 января праздник спасательной службы. Для Константина Шершуновича этот год юбилейный вдвойне. 20 лет он руководит службой огнеборцев Брещины. Я нисколько не жалею о том, что я занимаюсь вот в области этой профессии, занимаюсь такими, ну, я бы сказал бы, серьезными вопросами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Много было мыслей различных, правильно, неправильно, но я уже убежден к этому своему возрасту, что правильно было выбрано направление, и я нисколько не сожалею о том, что вот много лет служу, работаю в системе Министерства по чрезвычайным ситуациям и занимаюсь делом, которое мне нравится. В жизни каждого человека найдется место подвигу, большому или маленькому, но в любом случае значительному для жизни того, кому ты помог. Подвиг – это в чем-то жертвование своей жизнью ради спасения другой. Это героический поступок. Люди, совершая его, становятся героями. Но не это главное для многих спасателей пожарных. Главное то, считают они, что ты спас человеческую жизнь. Остальное все прилагается. Служба пожарного спасателя – это самое, наверное, благое и самое важное из того, что есть у нас вообще, потому что, скажем так, то, что у нас важнее и ценнее в нашей жизни, это наша жизнь. И спасать и защищать наши жизни – это самое достойное и самое нужное, что есть у нас. Если не будет нашей жизни, то не будет ничего. За свою жизнь не страшно. Ты в этот момент не думаешь о своей жизни, потому что за спиной у тебя находятся товарищи, которые тебе помогут, спасут тебя. Прежде всего, важна жизнь человека, которого нужно спасти, который находится в беде, которому нужна наша помощь. Ты забываешь о всем. Первое время, когда ты поднимаешься в подъезд, как-то страшно. Когда ты видишь огонь – страшно. А потом ты забываешь обо всем. Ты просто туда идешь, просто подаешь ствол, тушишь и достаешь человека. Чужой беды не бывает, но в жизни всегда есть место подвигу. И очень часто эти крылатые слова становятся жизненной правдой для наших земляков – пожарных спасателей Берестейского края. У каждого из них свое ведение жизни, свои мысли о будущем, о перспективах. Сходятся они лишь в одном – носить погоны службы чрезвычайных ситуаций почетно. И на эту службу берут самых-самых умных, сильных, отважных мужчин – мужчин с большой буквы. Большое спасибо всем работникам управления МЧС за то большое дело, которое они делают по спасению наших людей, по отлаживанию профилактической работы тоже самое. Ну а в этот праздник я, конечно же, хочу пожелать, чтобы у этих людей всегда, в первую очередь, было свое отменное здоровье, чтобы было благополучие в семьях, счастье в семьях. И самое главное, чтобы было чуточку везения. Но и самое главное, чтобы они с любого задания приезжали домой к своим семьям, к своим деткам в добром здравии. Лариса Осмолович, Кирилл Липовик, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы.